Так еще раз. Третий раз. Метр Николаевич, она задерживает, потому что вот где оказалась зеленая. Теперь снимки не получились? Смотреть надо? Не могу сказать. Так, ну-ка в том, где стоял, сзадите еще раз. Теперь и вас, может быть, не получился банить, который мне старался. Ты сам сюда рядом снимать, чтобы ты у меня попал с той стороны или где. Вот так. Так, бить не надо, просто стойте так. Все. А что такое? От радости не знаешь, что делать? За молитвы святых хотят наши Господи Иисусе Христе с вами Божьим. Помилуй нас. Аминь. Отче наш ежеси на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И оставь нам долги наши, как уже мы оставляем должник вам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Святому Сыну и Святому Духу. Ныне приснулось и дехово. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. За молитвы при чистой матери всех святых Твоих. Господи Иисусе Христе синий Божий, помилуй нас. Аминь. Божья милостью будни и грешному. Создавлю Господи помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи. Прости меня грешного. Помилуй, благослови. Так, докладывайте, какие происшествия были еще раз за день. Ну, Нина Александровна. Вчера, только выходи, рассказывай, что ты ко мне подходил. Так, рассказывай. Что? Тут Степа с Сережей раздрались. Рот-то закрой. Все время губы отлишься, ну как это. У нашей ласточки. Нельзя так делать. Ну что это за поза такая? Представь, парень. Ну какая-то это. Это явно что из дурдома сбежал. Так, еще. Сережа накинулся на Степа, я не знаю из-за чего, но там они драться начали. Степа ему раз по челюсти. Сережа сразу отбежал. Я ему не давал, поехал. Тебя не спрашивают потом. Сидел и плачал. Я говорю, иди извинись, он говорит. Встанет, извинюсь. Я говорю, иди извинись. Потом позвал дед Сережу. Он говорит, ну ладно, не хочет извиняться, пускай. Ну выходи, а тебе говорят. Можно я? Так это не те Сережа-то, а какой Сережа? Кто ударил-то тебя? Можно я? Выйди. Меня ударил Сережа. Я говорю, ты Сережа? Он говорит, нет. Даже здесь уже с обмечениями все стоит, прячешься. Можно еще рассказать по порядку? Вот смотрите. Нестор со Сережей играли в теннис. Нестор просто проигрывал. Я его решил поддержать. С чем? Ну что он выиграл Сережу. С чем поддержать? Падал он или как? Нет. Кричать давай. Кричать, кричу. Я просто говорю, тебе гол. Я Сереже все принимал из себя. То есть ты как? Ты засчитываешь то, чего нету. Почему? Вот ему был гол. Я говорю тебе гол. Голые они стояли, раздетые. Ну а как гол? Гол как сокол, пословица говорит. Гол как сокол. Ну потом мне Сережа два раза ударил ракеткой по ноге. Сережа ударил два раза ракеткой по ноге. Было? А ракетка для чего? Чтобы бить по ноге Степу или мячик? А, нет. Сначала вот сюда дал, а потом вот сюда. Ну в первую очередь больше ты никогда играть не будешь там. Запомни. Ракетки не прикасайся руками. Дальше рассказывай. Потом, они когда доиграли, я пошел на Тарзанку. Я сказала два раза, Сережа поигрался что там 100-0 с Нестором. Ну там застой нормально. Нормально, застой. Просто чтобы Нестор хотя бы чуть-чуть порадовался. Потом я слез из Тарзанки, а он за мной побежал. Он мне кинул фломастерами. Потом я вот так остановился, вот так повернулся, а он вот тут пробежал. Потом он начал меня бить. То есть преследовал? Это явно дело что-то не случайное явление. Он когда вот так меня убил, вот так хотел по лицу дать. Сколько раз ударил? Он, ну, раз шесть, пять. Шесть. Понятно. А? Он говорит один и шесть, это разница. Так один или шесть? Смотрите, я потом, когда он когда мне палит. Сейчас, сейчас, подожди. По порядку, а то тут забудем. Один раз ударил или шесть раз? Один. Он говорит один. Не один ты мне раз, ты мне вот сюда дал, вот сюда дал, сюда. Вот это уже получается три. Ну давайте нам еще и согласимся, не один и не шесть, а три. Илья и говорит три раза. Илья и говорит три раза. Илья дал свидетель. Соглашайся, что три раза было, а то шесть начисли. А? Один. Один. Можно я? Ну, я сижу. Выйди сюда. Я сижу на лавочке, слышу, вот там сидит на последней лавочке Сережа, а на Тарзанке и Степа, они ссорятся с чем-то. Ссорятся. Два христианина ссорятся. Это не мусульмане. Мусульмане не ссорятся, евреи не ссорятся, запомните. Это только русская нация, поэтому она поставлена в мировом масштабе на истребление. Это самые непокоривые, самые недисциплинированные. И поставили задачу истребления славянского населения. Мне не надо доказывать, что вот она налицо. Они берут-то с чего-то. Так это в лагере христианском, где каждый день мы подводим итог четырежды в день. И несмотря на это вот такая петрушка идет. Потом я подхожу, спрашиваю, что произошло? Сережа молчит, ничто, ничего не говорит. Он никогда не скажет, он сразу за задницу руками, только чтобы не наказали. Подхожу к Степе и говорит, подхожу к Степе и спрашиваю, что произошло. И Степа говорит, Нестор выиграл Сережу по теннису со счетом 100-0. Потом я подхожу к Сереже. Как, Нестор выиграл? Нет, нет. А кто выиграл? Я его держать хотела. Потом я говорю, Сережа, ну почему ты с ним поиграл? Он-то играть-то толком не умеет. Пусть он хотя бы победит один раз. Понятно, маленький, не та рисовая категория. Значит, тут еще такой момент. Выиграл Сергей, а он его допекал специально. Вот этот вот отрок. Нестор выиграл 100-0, Нестор выиграл 100-0. Нестор, он его просто специально допекал. А вот это вот... Ты его допекал? Нет. Я просто... Я просто... Я просто говорил, что... У Чехова, ты знаешь, как горбун? Он уходил и все время говорил Конюху, горбун, тихо. Доказывать не надо. Горбун, горбун. Ну, тут, в конце концов, его оглобли двинул и убил. А то допекать называется. Так Белла, ты его неправду говорил, решил его поддержать. Неправды. И он последний раз сказал, когда это... Вина к нему подошла. Нестор выиграл со счетом 100-0. И он это... Слезы у него потекли, он на него набросился. Кто набросился? Слезы потекли. Сережа. Сережа встал и пошел за Степаном. Он побежал. И Степа побежал там. Так было? К Буму. И они там раздрались. Вот уже не можешь сказать, так или не так. Они там раздрались. Побежал за ним, когда уже игра окончилась, пошел туда. Фанаты друг друга пошли бить там. И одного убили от Сверидова. И Степа, когда на него три раза ударили, Степа его вот так бухнул по челюсти. Сережа сразу езжал туда к Буму. Я вот, смотрите. Вот когда он бьет по лицу, можно вот так сделать защиту. Я ему случайно, вот когда вот так бил, вот так коснулся чуть-чуть. Ты считаешь, что ты сильнее его? Как нет? А как ты мог бы кинуться драться, если ты считаешься, что не сильнее? Допекли. Ну как ты можешь бросаться драться на того, кто сильнее тебя? Явно, что ты поражен будешь. Как ты мог броситься на него? Ты считался, что ты его победишь, да? Или что? Без последствий клюнул, но убежать надо куда-то. А ну-ка покажите, как боретесь. Дайте сюда. Вот два. Вот два. Покажи. Поборитесь, я посмотрю, кто сильнее. Нет, нет. Просто так, берите друг друга, повалите на землю. Лопатками, чтобы земли коснулся. Давай, 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 давай еще. Покажи, лопатки не бросай, на лопатки положи. Так. Давай вот тут на траву тащи. На траву, на траву. Сюда, назад, назад. На траву. На траву тащи туда. Давай. Давай. Я это и делаю. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. На лопатки что бы положить? Ну? Не убегать с ринга. Давай еще. Быстрее только, ну, мне когда обедать надо. Давай, бери, бери. Не надо, докажи что. Бери его. Положи на лопатки. Да. Я стараюсь. Давай, давай, на лопатки, на лопатки. Бери, бери. И Сереже, не поддавайся. Сереже, не вдумай слезу пустить. Не вдумай. Крепко держись. Так, положи на лопатки. На лопатки, чтобы лопаткой не поддавить. Вот и делает. Вот Сереже победитель становится. Аллилуйя. Вот такая штука. Аллилуйя. Так что он кидался, у него обоснование было. Ну, то, что ты задирался, это вина большая. Он разозлился, что ли? А? Разозлился, что ли? Ну, да. Ну, конечно, там-то я был в прошлом, как люди в этих. Потом мы пойдем туда бороться и еще поборемся. Так, еще какие происшествия были? Можно еще, я скажу? Ну, что? Вот после пришествия. Ленович после поездки. Степан и Иван. Степан и Иван кто? Выходили сюда. Иван мне подходит и говорит. А Степан меня бьет палкой, которой они пасли. Тихо. Тихо. Кто кого бил-то? Кто на ком стоит? Степа ее бил палкой. Степан, Ваня подходит. Ваня подходит. Степа, бил ты палкой ее? Я сказала, смотрите. Он сказал, подходит мне. Я вот так скажу. А тебе больно? Вот если я так тебе... Я даже тихонько ударю. Степа, есть такая поговорка. Один говорит, ты за что меня ударил? Кирпичиной по плечу. А он говорит, я за то тебя ударил. Познакомиться хочу. Кирпичиной-то по плечу. Кого ты бьешь-то, Степа? Ну ты глянь. Ну разве не видно, что она уже красавица? И пройдет еще лет пять-семь. Ты вот таким юном вокруг ее будешь бегать. Чтобы она на тебя хотя бы разок посмотрела. Внутри видно, что у нее вся стать. Она и лицом, и статью, и всем. Она уже колосится. Как ее можно обижать или что-то? И голос у нее, и память у нее отличная. Это ее на выставку можно выставлять будет. Ну что, простите, давай тоже. Вчера вы когда ушли, Степа ей не обозвал. Как? За столом. Ну ты вот так показал. А, он меня обозвал лох. Не просохнешь сегодня. Как обозвал? Лох. Степа, ты далеко залазишь. Понимаешь, нет? Наказание. Нормально, просто не сидеть разговаривать, не что это. Показать вот фигу, а то вы можете. Становись, я смех твой превращу в плач. Степа, он его оказал вот так. Не он, он только нам перелебал. Ну ладно, 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 это мы разберемся. Так, еще что было? Так, воспитатель что-то рассказал? Ну-ка расскажи. Слушайте внимательно, старший воспитатель будет докладывать, как вы себя ведете. Вчера вечером приехал у нас один мальчик, но он был, слава тебе Господи, что он приехал. Пошел он в туалет и начал поливать этот туалет несчастный. Так, и что сделать? Поливать стал с бронспой, да. А кого он там стал поливать-то? В туалет. В туалете кто-то был или не был? Виктор Николаевич там был, на него попала капля. Мы позавтракаем, мы придем. Сейчас. Так, тихо, смеху никакого не было. А в туалете был старший воспитатель. То есть вы? Он самый. Хорошо, что не утонул я, слава тебе Богу. А ты что решил? В жаркий день ты решил маленько в поливальной машине? Пол стены сразу покрасил. Это разруха, Филипп Филиппович. Разруха наступила. Вот это да. А вас в школе разве так учат? Иначе... Вы понимаете, что во-первых, моча это ценный минерал. Если рано у тебя есть, я в прошлый раз как порезал, прям до кости. Все помочил, все заросло как на собаке. Нигде ничего нету. Дальше. Ходить в определенное место надо. В Библии говорится, если вздумаешь пойти за стан, сесть за стан отдельно. Возьми с собой лопатку и зарой испражнения. И причина какая? Потому что среди тебя ходит Господь. Вот почему надо быть чистым, целомудренным. А зачем тебе туда было тащиться-то? Да вон крапиву подошел на землю. Зимой идут, вот везде, там желтое, там коричневое. Если даже сходил где-то, затопчи, чтобы ни один человек не видал, не знал. А у нас курсанты всегда так ходили. Ты не рассказал, что надо делать? Нет, не рассказал. Значит, ведерко воды налить. Швабры, весь туалет снаружи и изнутри. Так кто еще такое делал, ходил, поливал? Кто мимо ходил? Говорят, что многие так делают. Так кто ходил мимо и там все проливал? Я спрашиваю, кто это делал? Выйди сюда. Кто делал? Почему-то я подумал, что никто не выйдет. Не сознается. Надо Сталина с НКВД, чтобы он знал. Сергей давно это делал вокруг. О, пошло. Сталина. Мы без Сталина разберемся. Ваня, ты мимо ходил? Я никогда не сознаю. Мимо ходил мимо унитаза? Я это не делал. Мимо? Это разруха? Я это не делал. Никто не ходил? Ни Дарья Петровна не ходила? Ни Зина, никто? Ни Зинаида Прокофьевна. А ты знаешь, что там кто сидит? Откуда он был? Ну, а если бы кто-то еще постарше был, то тоже бы его не пожалел на него лекарство. А это легко. Если вот это, где он закрывается сзади, если он был вот таким, значит там кто-то есть. У меня еще не было такого случая, чтобы зажали там и поливали после жаркого дня. Так, платочки показать. У кого нету, выходи сюда. Выходи. Все, платочков нету. У всех есть? Так. 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 Елена. Саунестая.